Переносимся на Волгу. В Нижнем Новгороде задержали гражданку Норвегии. Преподаватель Лилиан Юрт приехала в один из главных вузов города, чтобы обучать студентов, как нужно протестовать. Работа иностранки в России привлекла внимание сотрудников миграционной службы. Сейчас гостья в УФМС об истории необыкновенного педагога. Узнаем у нашего корреспондента, моей коллеги Ники Филипповой. Ник, приветствую тебя. Скажем так, что больше всего заинтересовало сотрудников миграционной службы? Да, привет. Ты все правильно сказал. Действительно, крайне необычный преподаватель. Сегодня провел достаточно странный семинар в Нижнем Новгороде. Лилиан Юрт, директор Норвегской академии по правам человека. Сегодня проводила семинар. Прибыла женщина в Нижний Новгород как раз-таки именно с этой целью. И должна отметить, что действительно ее визит привлек внимание сотрудников миграционной службы. И в итоге сотрудники УФМС сегодня женщину задержали. Ну, конечно же, в прямом смысле слова задержания не было. То есть не было ни наручников, ни конвоев. Просто женщина семинар уже и стены вуза покидала уже в сопровождении сотрудников миграционной службы. Специалистов УФМС заинтересовал вот какой момент. Женщина прибыла в Нижний Новгород по деловой визе, которая не предусматривает проведение образовательных программ, образовательных мероприятий. И, казалось бы, ну, все бы ничего. Ну, провела семинар, пообщалась со студентами. Но, как известно, как стало известно, Лилиан Юр действительно проводит семинары именно по обучению организации протестов. Сама же иностранная гостья этого не скрывает. Нам удалось не пообщаться. Правда, речь шла именно о мирных протестах. Я предлагаю послушать, что же она нам рассказала. Есть мирные протесты, а есть те, что с насилием. Мы выступаем за мирные. Те, что несут в себе насилие, недопустимы. Но спокойные акции протеста могут помочь в борьбе за свои права и могут многое изменить. Сейчас иностранная гостья находится в управлении Федеральной миграционной службы по Нижегородской области. Тут с женщиной идет беседа. Сейчас как раз таки выясняют обстоятельства и цели ее визита. Идет общение с иностранной гостьей. И уже в суде будет принято решение, что же все-таки, какая участь ее ждет. То есть, будет ли это штраф и в каком размере. Как женщина будет покидать Нижегородскую область. То есть, будет ли это принудительное выдворение. Или же она покинет область добровольно по своему решению и по своему согласию. Ну, пока вот на данную минуту у меня вот какая информация. Будем внимательно следить за событиями. Ну, на этом у меня все. Ник, позволь, маленькое уточнение. Хотелось бы понять, а что послужило как бы поводом для задержания, скажем так, кто обратился в Федеральную миграционную службу? То есть, сами сотрудники следили за гражданкой Норвегии? Или, может быть, студенты пожаловались? Может быть, их родители? Может быть, кто-то из сотрудников какого-то высшего учебного заведения? Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что это кто-то из сотрудников учебного заведения. Потому что нам удалось пообщаться и с представителями ВУЗа непосредственно теми, кто организовывал эту встречу, Лилиан Юрд со студентами. И сотрудники ВУЗа сказали, что такое соглашение между Норвегией и нашим ВУЗом существует уже несколько лет. И это достаточно успешная программа, которая реализуется уже, повторюсь, не первый год. Так что это явно не сотрудники высшего учебного заведения. Успешная программа, видимо, за исключением одного семинара по организации мирных протестов. Огромное спасибо. Это была моя коллега Ник Филипп. Она рассказала о задержании преподавателей из Норвегии в Нижнем Новгороде.